Скажите, что вы знаете о Голодоморе? Много людей, ну, в селе, кто смог, кого не ограбили, не выгребли, все там, тоже погибли. Ну, трагедия, что можно говорить? Грабировать не хочется, вы только сказали одно слово, у меня уже здесь слезы. Знаем, что советская власть морила людей голодом, вот, и это плохо. А вы считаете, это именно геноцидом украинского народа? Конечно, абсолютно. Я этот период сам прожил, и насколько моя детская память запечатлила, у меня остались очень негативные картины, вот, и были рассказы моих родителей тоже. Так что эта тема не должна быть никогда забыта. Было вывезено все, вот, и не оставлено ничего, вот, многодетная семья, приходили, открывали дома, сараи, все вывозили. Это вот, поверьте мне, мне, я ребенком просто в своей детской памяти многое забыл, но это не забуду никогда. Он был, и все. Плохо училась в школе, поэтому, я знаю, что это памятный день, там много умерло людей, что надо, как бы, уважать эту минуту, ну, все. Но там же не пять человек умерло, поэтому это сто процентов геноцид. Голдоморец, знаю, что это было в 1933-м годах, да, геноцид это да, но дело в том, что сама жизнь так была, то, что голод был это раз, да, и то, что там всякие болезни были, вот в чем дело, она просто еще помогала этому, то, что люди вымирали, вот в чем дело. Например, знаю, еще маленькая была мать рассказывала, что и в России, и в Украине, даже было такое, что милиция окружала селы, и стояли, расстояние между ними было метр, не выпускали людей, вот это я знаю. Благодаря тому, что мои, как говорится, дед и бабка были умные люди, и уехали с одного места, переехали на юг, вот, ну, в Таврию, так сказать, где были помещичьи зеленые, и вот за счет того, что трудились и выжили. Я родилась в 1932 году, уже мать нечем было кормить меня, и ждали год, где-то, что только, но мы попали, мои родители попали, когда все политическое, это было, все разграбляли, раскулачивали, понятно, вот это. И меня сдали в детский приют, и там я доумирала, а меня и братика, а старшим сыном мать осталась, и братик там умер, а я осталась в этом голодовке, забрали меня чужие люди. Я попиталась с подножного корма, вот это, какие ягодки были уже без меня собрались, я была маленькая, я еще была, в общем, трудно мне сейчас рассказывать, мне тяжело. В 1930-е годы коллективизация, забирали зерно, все забирали, и люди гибли, не только украинского, казахский народ тоже самое, по Волжье тоже самое, это не только у нас. Считается, что это как бы подстроенный голодомор. Ну, официальная версия, это как бы не было сырья на этих землях, но есть такая теория, что это подстроено, ну, чтобы сократить численность этого населения. Очень часто отмечается этот праздник, уделяется большое внимание этому. Я бы хотел, чтобы все уделяли этому внимание, потому что такие памятники, ну, скажем, не знаю, как это назвать. Такое время нужно помнить, чтобы не знать о том, что будет дальше в будущем. Нужно задумываться и помнить, и чтить память тех, кто именно погиб в такое нелегкое время, скажем так. Спасибо. 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 Спасибо.